Всем привет, продолжаем прохождение Тропико. Ох, великолепная игра, вот я сажусь, да, за неё с удовольствием в первую очередь. Давайте, знаете, что мы сделаем? Как всегда, я сначала сделаю, потом подумаю, отменить. И мы отменим два указа, вот это и вот это, потому что я подумал, да, халявы не будут, что за бред, это нужно вносить, да, такой указ, когда у вас более-менее развит город, и когда люди стремятся в него, а не наоборот, в самом начале, когда у вас вообще никакого развития нет. Ещё что изменилось? Мы построили. На прошлое видео, на второе, YouTube мне сделал замечание, так сказать. Как вы думаете, за что? За музыку. Да. То есть, почему-то на первое видео он не обратил внимания, а на второе, он сделал замечание и нашёл аж там шесть запрещенных трек. Как не странно. Эх, не будем мы материться на YouTube, я тогда полностью вырублю музыку. Я вроде играл, я даже этой музыки и не слышал практически, там может быть, что-то пищало, да. То есть, эта музыка, она вообще никому не нужна в этом мире. Он должен, наоборот, платить другим за то, что слушает эту музыку. Я вырубил полностью музыку, всё, забудем про неё. Что у нас есть? Вот ранчо, да, всё-таки вот проблема у нас ранчо. Везде плохое местоположение, но я не понимаю, почему, извините, я не пойму. Вроде я ставил на траве. Давайте ещё сделаем. Попробуем ещё построить ранчо. А я могу снести и получить за это бабло. Ой. Нет, я могу просто снести, если я построю. Построю. Не построю её, а построю. Подождите, а где же у нас что-то ещё, вот свои же были. Ну-ка. Пастбище, коровы. А вот... Интересно, а где лучше, а где хуже. То есть, зелёное – это, наверное, хорошо, да? Интересно. Я раньше никогда этой функции не использовал. Я вот вспомнил, мы в прошлом выпуске трогали её. То есть, ему ранчо здесь вообще не нравится. Плохое место, да? Ну что ж, вы всё сами видите, пробуем. Вот здесь вот ранчо. О, как раз работает, да? Ну, опыт приходит со временем. Вот сюда вот мне нравится. Вот это место построим. Поставим сюда. Блин, мы зря просрали денежки. А, вот кстати, когда мы ставим ранчо, он тоже будет показывать, куда можно, да? Куда эффективно будет поставить. Ну вот, здесь вообще хорошее место прям. А ранчо-то дешёвое, я же забыл. 800 стоит всего лишь. Вот так вот сделаем тогда. Потом мы сделаем дорогу. Угу. Нам без разницы, с какой стороны дорога будет. Тем более, нам в любом случае надо будет ходить к этой пещере. Ну давайте, чуваки, давайте. Это не самый, конечно, лучший выход, сами понимаете. Я зря построил 4 ранчо. Ну, я такой человек, который всегда стремится к идеалу. Всегда стремлюсь к идеалу. Поэтому я хочу сделать самое лучшее. Это будет опыт, ещё раз, я не знал. Я вот не подумал про свои. Теперь мы будем знать, да что? Надо ставить на тот свой, который зелёный. Кто-то украл мою рукопись и сдал её. Открытое улучшение раньше. Давайте мы тогда сделаем приоритет высокий, чтобы построить что-то одно. Хорошо. Ну, давай здесь. Нет, не серп, а совок. Два года. Нам нужно выполнять миссии. Ой, как плохо мы начали. Ладно, что ж. Глаза боятся, руки делают. Боятся волка в лес не ходить. Так, чё я ещё знаю? Ой, что такое? Наверное, выигрыш компьютер, по идее. Удалить Windows. Ну что ж, давайте тогда строим, строим. Во, задание дали. Дружище, мне тут один верный человек сказал, что в эти... Это то же самое, мы уже слышали. Нам нужно будет найти золото, при этом с помощью исследований. Кстати, можно сразу определить. Видите, железо, железо. Где же у нас золото? Я ещё ни разу не видел золото. Зато, знаете, как будет круто, да? Если мы после всех этих неудач, неправильной расстановки этого, этого, мы возьмём и поднимемся. И у нас всё получится. Вот что будет круто. То есть, из самых ужасных условий. Уехали, граждане. Видите, уезжают. Пошли вон. Ну-ка, чё, нормально? Да. Детка. Ну-ка. О, нам помощь присылали. Видите? Или у нас было минус 60 местоположение. Или уже плюс 120. Вот что мне нужно было. Теперь, друг мой, что у нас здесь? А, для начала нужно набрать людей. А, вот, всё правильно. Раньше скот. Всё правильно. Мы ставим тогда вот сюда вот. И строим следующий ранчо. Увеличиваем приоритет. Ну, давайте, давайте, давайте. У нас мясо и ананасы. Подождите. Количество. Тридцать тысяч. Ноль из тридцати тысяч. А, наверное, смотрите. Наверное, контракт может работать пятьдесят месяцев. За это время я могу максимум, да? Экспортировать тридцать тысяч. Но я экспортировал ноль. Вот. Я могу и сорок две тысячи экспортировать с того, сто семьдесят два. Я говорю, игра? Как и Dark Souls. Знаете, то же самое история. Вначале много непонятно. Ты не разбираешься. Но это игра шедевр. Я вам открою маленький секрет. Поверьте. Это игра шедевр. Эта игра сделана с душой. Её обновляют, дополняют и так далее. Мы пока не пойдём ничего исследовать. То есть новые локации. Мы сейчас достроим эту фигню. Что-то ещё больше. Президенты. Образование играет важную роль. Взять хотя бы меня. Кем бы я был, если бы не вылетел... Не учился в нескольких престижных университетах. Я уверен, что большинству членов вашей династии понравится учиться в колледже. Два года сплошных праздников. Праздники, вечеринки и нового опыта. Вы понимаете, на что я намекаю? По консцене сейчас диплом получат. Самое главное. Вопрос в том, какой колледж удостоится чести принимать у себя членов вашей династии. Мы не можем платить, извините. А, это же этот. Хулио Эндресо. Пошёл вон. Нам вообще он не интересен. Пускай он в какой-нибудь Шараге учится. Мы так создавали его на самое худшее время. Это наш отброс. Так что мы ещё даже за него 2000 получим. Были бы деньги, я бы конечно не придумал. Всё у нас полное. А не, смотрите, ещё есть. Наша исследовательская группа. Открыты шахты. Может нам посылать на исследование? А где у нас ещё шахты? Эх, ничего у нас уже нету. 137 голды привозят. Нет, всё равно мы должны, мы должны вырваться вперёд. Должны это сделать. Так, давайте тогда поищем пока пещерки. Почему одна пещера всего? Две пещеры. Да вы что, гоните что ли? Офигеть. Ну давайте попробуем. Это стоит того, я думаю. Хотя фиг его знает. Нам сейчас не до золота. Ну давайте, мужики. А, подожди. Хотя он выполнил задание. Это уже хорошо. Дайте мне денег. Что, построили раньше? Давайте, давайте. На полную катушку. Что там поэффективность? Всё отлично, отлично. Да, 139 эффективность. Всё просто превосходно. Здесь эффективность 125. Кстати, заметьте, я прочитал, да, не вики, а на каком-то сайте. Ну там я ни слова не прочитал, где оно должно располагаться. То есть там тоже нигде не писали. Но там писали одно, что... Во, я уже больше экспортировал. Что местоположение может меняться. То есть, например, вы поставили на хорошее место? Оно со временем может стать плохим. Там от времени года тоже зависит. Там зима-лето. Кстати, я ещё ни разу не видел зимы-лето. Посмотрим. Ну всё. В любом случае, я не буду менять. Теперь это местоположение точно. О, достроили все три. Давайте, мужики. На вас и надежда. Сейчас бабло появится, поднимем до самого верха. А, нам нужно ещё сделать апгрейд. Хорошо. Мясо, выход 156. Прибыль. Качество работы 50. Мы можем сделать апгрейд. Угу. Сделаем здесь апгрейд. И сделаем тогда и здесь сразу апгрейд. Это 100 итого, я думаю. Качество работы 50. Апгрейд уже всё сделали? Удобрение из навоза, да. Бедняк. Ну, давайте. Всё, ждём. А что там разведали-то? Ох, недолго идут. Значит, в горах и в самом деле есть золото, старик. Я нашел золото? Полагаю, по справедливости я должен получить свою долю за столь полезные сведения. Так, ладно, где вы? Я думаю, что 10% самое то, это стандартная заявка на участок. Что скажете, Ренас? Огласиться с органом. Минус 10 от цены золота принять 6 месяцев. Нам нужны полномочия, конечно. Во! Конечно, я зря это сделал, потому что у нас полномочий очень мало, всего лишь 2 года. А, мы нашли золото, да? Правильно, да, все правильно. 36 тысяч, во сколько. Вот, у нас поднимается третий доход, мы скоро будем выполнять задание. Давай, давай, давай. Нужно строить порта. Ну-ка, что там привезли? Хотя бы уже нормально, тысячи, давайте тысячи. Фу, это ненормально. Серп и молот. Неужели мы столько мало производим, а? Видите, место положения падает, да? А здесь нет. Что у нас здесь? Ну-ка, если сделать так, преуспевающий. Давайте на полную катушку. Даже вложимся, сделаем вложение. Мясо 351. У нас получается за... За 1000 единиц дают нам 1000, да? Они производят мало. 351. Ну что, что я тогда предлагаю сделать? Тогда давайте мы и мясо, и что-нибудь еще, правильно? Плантация 2000. Плантация самый универсальный вариант. Вот здесь будет хорошая плантация, я думаю, правильно? Да, нормальная плантация, зелененькая будет. И дорожка будет. Пускай здесь будет плантация. Ой, ой, блин. Так, типа, подождите. Эмм, блин. А я же могу отменить? Так, стоп, стоп, стоп. Да стоп, стоп, убирайся. Да, да, да. Ну-ка еще раз попробуем. Вот уже минус 5000. Не, надо сделать все равно, это чудо. Во, вот так будет, да? Хорошо, отлично. О, просто идеально. Не, плантация нужна. Я говорю, видите, думал, все-таки мы за мясо затащим. Но что-то не очень идет мясо. Хотя, посмотрим, что сейчас будет. Посмотрим. У нас сейчас уже с миссией скоро выполнится. Смотрите, немного осталось, и миссию выполнен. Нужно увеличивать полномочия в первую очередь. Да, местоположение падает и падает. Жалко. Здесь 23 было, сейчас 20. Ну, с таким делом, да, еще местоположение падает. Тогда нафиг мне нужно это мясо. Вот, еще уже пришло. Губернатор, экономические успехи Тропико просто потрясали. Да ладно. Мне начинают казаться, что вы хотите бросить мне вызов. Готовьте ковровую дорожку, я еду. Президент США влезет через месяц. Куда он приедет-то? Больше он говорит, здесь дырища просто. Хорошо, да. О, вот видите, Тропико уехали. И знаете, почему могут уехать? У нас много, подожди, безработные. 16%? Нет, нам интересно вот этот народ. Бездомный, 31 человек. Это вот плохо. Надо построить нам еще домики. Пазенды, особняк не надо. Так, построим здесь денег. Вот здесь можно много домиков построить. Много-много домиков. Ой, хватит три, пока ладно. Так, еще одну миссию выполняем. Что у нас здесь с мясом? Не, короче, мне не понравилось мясо. Вообще не понравилось. Еще вместо положения еще падает постоянно. Лучший способ с кем-нибудь подружиться, устроить совместную пьянку. Путь к сердцу лежит через желудок. Поэтому я никогда не прихожу к вам, не прихватив с собой бутылку. Президент США, известный Кутила. Кутила, Кутила, я не знаю, что такое слово. Выиграйте у него пару раз, надеритесь в стельку. Типа бухать? И как я буду бухать? А, я даже не могу отменить. Что ж, ты привлек мое внимание, но уверен, что со всеми правилами и налогами, спущенными вам короной, вы не сможете экспортировать сельскому хозяйству в больших масштабах. Это и есть пари, я-то думал, там бухать надо будет какая-нибудь там, не знаю, мини-игра. Сельскохозяйственность даже относится правильно и это тоже. Да. По идее, сколько я помню, я вот не сильно разбираюсь в сельскохозяйственности, по идее, у меня, кстати, тоже относится к этому. В любом случае, надо было нам сразу переходить на старую нашу схему, на бананы, на сахар и все, не было бы проблем вообще. И построить надо было парочку за тех вот. Хорошо, тогда мы сейчас, блин, нету. Король решил обложить Тропико налогом на недвижимость. Мои друзья предваренно мекнули, что эту идею им подкинули с Исларохо. Не знаю, какая им от этого польза, но вам это точно навредит. Король будет ежегодно взимать с Тропико 50 долларов за каждое построенное здание, включая ваш дворец. Да, мрази. Плохие люди. Корабль привел сколько тысячи, да, дайте угадаю. Нет, все, 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 переходим чисто на плантации. Не, никогда не такого добра. Или сопилку тоже давайте. Все, это был мой косяк, теперь я буду знать. Тоже вот учитесь, да, что лучше всегда стройте плантации, и все будет у вас хорошо. Всегда плантация. Там нужно было для задания собрать мясо, что я потерялся. Нужно было собрать мясо, просто построили бы и все, одну или две для мяса, и пускай он собирается всю игру. Я хочу прям идеальные места, да, чтобы все, все желтое какое-то. Хотя бы еще две плантации построим. Вот так вот можно, да, нормально, зеленое место. Здесь уже желтое начинается. Капец, у нас такие плантации будут разбросаны, ну вот. Куда поставить лес мы найдем. Плантацию построили, что ты мне скажешь? Ну, местоположение плюс 15 пойдет. А, я забываю, блин, ставить тип. Забываю ставить тип. Ну, посмотрим, что у нас есть. Нет, не сюда, он сюда вот. Мясо и ананасы. Вот, мы можем экспортировать. Сахар, очень дешевый сахар. А кофе можем изгодавать? Золото, отлично. А может она на золото перейти? Подождите. Они строят. Его королевское величество велел мне доставить вам это письмо с благодарностью за верную службу на благо империи. Его величество доволен вашими успехами. В знак признательности он продлевает ваши полномочия. Прикиньте, да? Я доволен. При том, что у нас вообще все идет ужасно. Давайте мне плюс 5000, наверное, все-таки. Да. Мы не будем строить больше фазент. Ой, плантации. Фазент. Плантацию строить не будем. Мы одну построим. Давайте выберем, что там можно у нас экспортировать. ананасы. Ананасы. Сахар, фигня, какао. Ананасы или какао? Что у нас здесь есть? Можно сменить культуру? Какао. Ага. Все. И теперь мы первый раз переходим в строице. Куда? Вот сюда. Вот. Шахта. А, вот. Что-то я потерялся немного. Это самое главное, что нам нужно в этой игре. Это шахта. С помощью которой мы можем... А дорога что, бесплатная, что ли? Я вот не помню. По-моему, бесплатная. Да? Прикольно. Прикольно. Хотя, может, она платная. Так, там что-то появилось. И прямо сюда вот. Опа. Отлично. Посмотрите, какая красота. Революции. Нужна поддержка народа. А народу по каким... Это мы уже читали. Католическая мессия. Эх, 2000. Ну ладно, что ж поделать. Поставим сюда. Я хочу таверну поставить. А вот католическую мессию. Или миссию. Неважно. Поставим вот сюда вот. Нормально же будут здесь стоять? Пускай. Фух. Мне кажется, тоже так интересно играть, когда у тебя наоборот все идет сложно. Но вот вы видите, вообще у нас так все сложно идет. Так сложно. Минус 5000. 15% одобрения. Мясо вообще ужасно. Ой, фу. Не хочу. Никогда больше не буду мяса. Это у нас есть молоко. А как я гляну, сколько у нас всего молока вообще есть? Никак? Подождите. Да. Обзор ресурсов. О, смотрите. Офиги. Экспортирование 2000. О, офиги. Я говорю, я обожаю эту игру. Какая красота. То есть все, что я хотел, я все вижу. Мы видим, мясо сделано 5000, ну 6000, экспорт 2000 и 4000 в пути. Это хорошо. Ожидаемый доход 4000. Это мало что-то. И вот видите, у нас это в пути. А молоко тоже экспортируем в страну? Хорошо. У нас все экспортируется. Отлично. Самое главное, давайте, мужики, строим в первую очередь. В первую очередь строим это чудо. И ставим работу на полную катушку. Какао, да? У нас есть какао. Обзор ресурсов. 190. Ах, не о чем. Можно было даже не заходить. Нет, это плантация, знаете, что-то мне не нравится. Я, блядь. Израина я ее построил. Ну ладно, пускай стоит. Сама природа тропика дает нам способ добиться... Окей, 4000 золота. Так, у них нужно построить католическую миссию. Сельскохозяйственность. 350. Кстати, а к нам должен был приехать президент США. Он, типа, уже приехал? Все, пока. Вы видите, да? Просто ужас. Минус 6. Капец. Что, мужики, строится? Строится. Не будем пробовать золото. Нам еще нужно будет построить порта. Порты. Порты. А, порты. Порта, порты. А, еще 1000 забрали у нас. Молодцы. Ну, это раз в год, по-моему, да? Ну, что, давайте, строите, строите, строите. Мы открыли, что если стоять... Да, лесопилка. О, что-то приехало. Ну, обрадуйте. Обрадуйте меня. Ну, немного. Уже 6000 стало сразу минус. О, видите, мы задание выполняем. Смотрите, у нас уже осталось 3000 экспортировать и все. Пускай тогда экспортируют. А, знаете, что сделаем? Построим еще порта. Да, нам нужны порты. Порты, порта, блин, тупое слово. Порты, порта портировали, портировали. Да не вы портировали. Да, этот порт похож на письку почему-то. Не знаю, это сделали, странно. Вот. Вот так, потом вот так, вот так. И вот такая вот дорога у нас крутая будет. Именно перед портом зигзаг такой будет. Не зигзаг, а поворот такой резкий. Ну, давайте, господа, давайте. Так, водомета. У нас нет водометов. Ммм, Бобо привезли, отлично. Да, приятель. Похоже, я просчитался. Они выпетлены за твои успехи. Я задание выполнил, кстати. 10 тысяч набрал. Выгодные условия импорта в США. Импорта или экспорта? Ну, не знаю, чем это поможет. В любом случае, нам же самое главное, давайте людей. Где люди, люди. Ну, что, будет ли они? Давайте на имену тогда, ладно. И хотя его величество находит забавную отсталость, царящую на вашем... Исследовая серб. А, уже исследовали. Велел мне доставить вам это письмо с благодарностью за верную службу на благо империи. Ладно, давайте новых колонистов. Все, нам нужно было исследовать серб. Мы его исследовали, да? Ничего сложного нет. Еще 10 человек нам должны дать. Давайте нам людей. Нам нужны люди, люди, люди. Видите, все меньше и меньше у нас ночлегов валяется. Сейчас построится у нас католическая мессия. И порт. Порт, порт, порт. Что у нас с золотом? Только один человек, что ли, там есть? А, вот уже двое. Ух ты! 8 тысяч. Мне это нравится. Молодцы. Какая-что работа. 30. Нужно... Эффективность. Благодаря вашим усилиям, революционное движение крепнет. Давайте. Отлично. Ну, потихонечку начнем развиваться. И сразу мы ставим пятерочку. Давайте, мужики, работайте. Весь бюджет будем сливать на вас. Весь бюджет. Что у нас с какао? Какао 1300. Ну, подождите. Куда я вошел? Где я вообще? Ну, уберись. Во. А, все, все, все. 1300 экспортировано. Закройте это меню. Господи Иисусе. Как у нас какао экспортировано, если мы ни разу... Я вот это не пойму, реально. Нифига тут предложение мясо. Офигеть, смотрите. Офигеть, мясо. Давайте тогда удалим. То есть мясо 1500 и есть даже 2000. Так, может быть, хочется, конечно, нам в плюс идти. А здесь эффективность. Вообще никакой нету. Где нету ананаса. У нас нету ананасов, мясо. Ну, нам не нужен этот путь. Хорошо, давайте. Чтобы выращивать растения, большого ума не надо. Прибыль аж животноводства. Да, в принципе, мы это и делаем, мясо. Странно, почему вы мясо, старый? Сэр, король решил урезать бюджет в рамках плана... Да вы что, шутите, что ли? Каким-то образом это привело к росту налога на недвижимость. Это шутка? Где весь это смех? Как включить массовый смех? Что? За каждое здание теперь 100 баксов. Не, ну, обнаглели, конечно. Все, я сейчас могу впасть в ярость моментально. Ладно, в общем, пускай нам строят еще один порт. Где? Давайте, строите, строите, мужики. И он будет у нас чисто по золоту. Как говорил папа, невежество это блаженство. Ну вот, я хотел сообщить вам, что член вашей династии успешно получил высшее образование и вернулся из-за границы. Помимо того, что у него улучшились профессиональные навыки, он приобрел повышенную сопротивляемость к алкогольному отравлению. Это типа смех. Прибыли 22 человека. Еще плюс один, 23 человека прибыло. Нехило, я вам скажу. Ну, само собой, поэтому нам нужно будет сделать следующее. Здесь мы ничего не будем строить. Здесь мы все застроим. А, вот они, наши фазенды. Домишки наши. Это что такое? А, да, все, вспомнил. Фазенда, фазенда. Вот так вот, вот. Опа, 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 опа. Пойдем опять в минус. Что нам стесняться? Ну что ж, смотрите, пока мы живы-здоровы. Я рад, я рад. Ресурсы. Золота очень мало. Зато у нас сейчас очень дорого идет экспорт мяса. Две тысячи. А как это удалить? Нельзя удалить? Мясо две тысячи. А что у нас с золотом? Что-то золото я ничего не вижу. Золото, наверное, пока исчезнет. Не страшно, появится. Я вот не знаю, что с этой фигнёй. Может, её снести, реально. Вот, поставил. Две тысячи нам привезли. Неплохо. Да, видите, опять уже минус три. Что ж такое? Хорошо, пари, одну. Во, экспортировать. Сама природа тропика дает нам спорта добиться нет. Да, вот она, прибыль. Окей, братюня. Ну, пока нам еще рановато. Ну, обязательно это сделаем. Вообще, в идеале, это было бы сделать в следующей серии. Да? А давайте, значит, сделаем бригади... Вот так сделаем. Всякочий год, надо выполнить нам эти задания. И у нас будет повышаться как раз уважение. Что-то какие-то копейки привозят нам. Хорошо, построили порт? Построили порт, отлично. А то вынесся корабль. У нас зато нету теперь золота. Как ни странно. Пускай один корабль тогда пустует. Я буду ждать золота. Мне прикольно, офигеть. Вы видите, да, даже разные контракты. То есть нужно постоянно смотреть. У нас было мясо нищеброское за 1500, теперь за 2500. Хватит еще больше. Вон, горное дело. Брёвна, брёвна, брёвна из квартиры. До сведения Ордена дошло, что вы утратили благосклонность монарха. И это ставит под угрозу ваше задание. Мне пришлось потрудиться, чтобы найти выход из этой ситуации. Налог на недвижимость, это они хорошо придумали. Как вам помешать? Я пока не знаю, чья именно это была идея, но в любом случае это помеха плану, с которой нельзя смириться. Как только я найду решение, я вам сообщу. Помните, что Орден, ваши единственные друзья. Хорошо. Не, он говорит, что он поможет нам с налогом на здание. В принципе, я рад, потому что налог будет большой. В прошлый раз брали тысячи, это 50 за каждое здание. Сейчас, в принципе, может быть 2000 или еще больше, посмотрим. Пока мы в минусе. И золото. Давайте выполнять задание. О, задание еще новое. Его величество лично прочел ряд докладов о вашей колонии. Блин. Плантация. Революция требует равенства между всеми людьми. Эм. Что-то столько много заданий. Есть один способ обойти налог на недвижимость. Вам, конечно, придется сделать свою часть дела. Орден не желает, чтобы вы во всем полагались на его помощь. Орден укажет способ. А вы приложите усилия. Я нашел, как он нужно подмазать. Однако королевские счетоводы, взорко следя за финансами тропика, поэтому деньги нужно будет проводить по черному. Это логично, из нашего шверцарского счета. Цель перевести, ну, бла-бла-бла, на окна недвижимость будет временно отменен. Так у нас же нет денег на шверцарском счете. Маленькая такая проблемочка. Ну, неважно. Нам сейчас нужно выполнять все задания. Усовершенствование. Блин, у нас только одна плантация. Какао. Какао, 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 какао. Кстати, какао хорошо у нас требуется спросом, да? Ладно, строим. А, денег мало. Строим все равно. Пофиг на деньги. Еще одну плантацию строим. И будем ее апгрейдить в какао. Ну, другого варианта нету. Видите, у нас, получается, две плантации будут работать на какао. Три ранчо будут у нас на мясо и на золото. Да, мы сейчас в большом минусе. Давайте, мужики, давайте, давайте, давайте. Скоро корабли приедут. А, у нас еще, видите, один код остался правления. Поэтому нам, в любом случае, нужно будет брать продление правления. Бревна, ничего. Где же золото? Золото, дайте мне. Какао, кстати, вообще хорошо едет. Какао. А, мы так и сделаем, точно. Мы какао сейчас начнем отвозить уже. Чтобы как раз не потерять, правильно? У нас есть еще корабль. 11 месяцев осталось. Не хочу проигрывать. Нужно полномочия. Так, здесь нам нужна дорога. Вот так и вот так. 7000, как вам, а? Почему 3200, если у меня написано, что это временная отменная уплата налога? Отличная работа. Поздравляю. А теперь скажи, как тебе это удалось? Люблю, когда мне указывают на ошибки. Так я узнаю много нового. Так, что вам выберешь в награду? Бюрократизм или оперный театр? Я выберу театр. Как его построили? Он будет бесплатно прямо вообще? Бесплатно, смотрите. О, прикольно. Да, пускай у нас будет оперный театр. Наше королевство должно расцветать. Здесь у нас будут крутые здания. Здесь будет эта таверна. А вот здесь оперный театр пускай будет. О, красота. У нас проблема огромная. Огромная проблема с... со временем правления. Ну ладно, если что, если проиграем, заново начнем. Не проблема. Менеджер католическая... Революция требует равенства между всеми людьми. Теперь нужно из этих равных выбрать тех, кто будет приказывать другим равным. С навыками. Ну-ка, как нанять? Ну-ка, подождите. Менеджер. Что за менеджер? Прикольно. Ха. Интересно. Прикольно. Даже менеджер есть. Офигеть. О, получилось. Ну что, правильно мы сделали. Ну, мне это ничего не поможет, потому что у нас огромная проблема. У нас огромная проблема. Что, построили? Давайте, строите, строите. В чем проблема? А, подожди, здесь же дорога есть же? Стоп-стоп. Или я не вижу дороги просто? Ну, вот, дорога есть. Чего вы врете? Чего можно так сделать? Семь месяцев. Не, пока у нас, знаете, экспорт очень хорошо идет. То есть, у нас уже хорошие деньги идут. Это было сохранение, наверное, да? Так, здесь я усовершенствовал. Окей. Постройте быстрее. Постройте, построите. И мы усовершенствуем еще одну. Уехали граждане. Да пускай уезжают. Ну, блин. Что же делать? Шесть месяцев осталось. Еще надо, еще. Торговать зерном по дешевке, плевое дело. Горнодобыча. Давай, давай. Что там, золото есть? Нету золота. Блин, где же золото-то? Ладно, золото когда-нибудь будет. У нас большая проблема именно с... Со сроками правления. Ништя. Вот это уже хорошо. Интересно, если я сейчас еще улучшу плантацию, мне еще продляют правление, было бы хорошо. 52%. Давайте, мужики, строим, строим, строим. Смотрите, эффективность. Вы видите это? Минус 34. Офигеть. Офигеть. Плантация, конечно, полная фигня. Но мне все равно нужно экспортировать. Сама природа тропика дает нам способ... Эм... Что? Извините, а каким образом я экспортирую золото? Такая маленькая проблема. Сама природа тропика дает нам способ добиться независимости. Я говорю о золоте. Мать-земля с радостью поделится своими богатствами ради нашей свободы. Экспорт 4000 золота. Я же его не экспортирую, я просто его добываю. Ну, пофиг в любом случае. Давайте, строите, строите плантацию. Построили. Так, смен... Ой. Сменить. Давайте сменим на какао. Пофасту и улучшим. Давайте улучшим. Во! Сколько у нас плюсиков-то, а? Что скажешь? Ну, давайте еще продлинем. Отлично, господа. Вот так вот. Все, продлеваем три года. Отлично. Все, мы видели, вышли из полной попы. У нас завершено ананасы. Ух ты, какая хорошая новая. У нас не было ананасов. Ну, ладно. Железо. Блин, золото, наверное. Смотрим, что у нас есть. У нас есть мясо и какао. Какао. Какао один корабль. В принципе, этого хватит. 28 тысяч осталось. Да, 669. Мы всего экспортируем 664. Мясо 6000. А потом мы сделаем так. Почему я должен бомжевать? Давайте, какао, мужики. Давайте, давайте. Работаем, работаем. Где рабочие? Набирайся, народ. Офигеть, здесь плюсы. Вы видите? 176. Какие 176? Посмотрите, эффективность. Вы видите? Здесь будет минимум 200. Офигеть. Вот эта эффективность, я понимаю. Не вот эта помойка, да? Бесполезная обществу. Ну, так вот, сейчас забивается на мясо. Сейчас у нас идет все идеально. Вы видите? Просто все идеально. Я из самого ада вытащил. У нас теперь нормальная баба идет. Мясо много продаем. Какао сейчас будем вообще продавать хорошо прям. Хорошо. Местоположение. О, здесь уже тоже под минусом. Исследование. Что у нас с исследованием? Бумага. Нам нужна бумага. Да, это опять же плюс к революционерам. Ага, прибыль. Хорошо. У нас много золота еще, не забывайте. Поэтому мы построим порт. Обязательно построим порт, который будет экспортировать золото. Я построю порт, правильно? Ну, дайте порт построить. Блин. Нет, нам мало три. Надо больше. О. Эм. Пойдет. Строим, строим еще порт. Дорогу строим. Опа. И сломали как раз домик. Нормально. Все. Подводим итоги потихонечку. Да. Строим портик. Ставим приоритет. Четвертый порт будет. Он будет у нас на золото. Что у нас осталось? Смотрим. Прибыль от... Торговать жирном потешок. Хорошо. Это золото. Я не понимаю, как мы экспортируем золото. Извините меня. Я не понимаю. Оно никуда экспортируется? В пути. 702. Может, я тупой? Я не знаю. Я не понимаю. Как без моего ведома экспорт золота идет? Ну, не важно. У нас потихонечку выполняются два задания. Пари. Лучший способ с кем-нибудь подружить. Это вот третий парень. Это вот она парень. Строим от жирном по дешевке. Плевое дело. Опять уплачено. Есть один способ обойти налог на недвижимость. Вам, конечно, придется сделать свою. Есть один способ обойти налог на недвижимость. Иди ты в попу со своим налогом на недвижимость. У нас уже 3-4% при том, что я даже еще не старался, да? Почти не старался. Прилечу внимание революционеров. Есть такая поговорка, старина. Мой дом – моя крепость. Мне кажется верно и обратное. Моя крепость – мой дом. Ну или один из домов. Вам надо было бы построить побольше домов для подданных. Причем не хижины для бедняков, а нормальные дома для состоятельных граждан. И помните, что особняки стоят дорого и могут истощить экономику, если у вас нет богачей, которые будут их арендовать. Мы поддерживаем революционеров, детка. Ах, надо аж 5 штук. Ну, в принципе, это никогда не бывает лишним. И мы видим, что здесь есть бичи у нас, видите? Все, 5 штук я понастрою. Я вошел в минус, пускай. Порт. Вы мне порт устроите? Что здесь золото? Блин, доски. Мясо у нас нормально. И какао нормально. 2500, нормально. О, как пошел какао. Помните, было 400. Нам нужно экспорт золота делать. Так, фонзент, и мы задание выполнили. О, потихонечку, видите, выполняется это задание. Сама природа тропика дает нам способ. И все. И революционеры будут рады. И уже можно потихонечку устроиться. Устроить форт, надо потом строить вышки. Конечно, устроиться в защиту. Хотя я не могу сюда напасть еще. По-любому нападу сюда. Мы кормим наших врагов тоннами нашего продовольствия. Но они никак не обожрутся и не растолстеют. Его величество в ярости. Он требует больше еды. И немедленно. Роялисты вашего острова считают, что нужно поддержать короля и снизить экспортные цены. Что? Конечно же. То есть нам предлагают, чтобы я еще и делал... Снижал цены. Прикиньте. Мне берут налог, да, за дома по 3000. И просто, чтобы я еще снизил цену. Напротив, революционеры требуют, чтобы вы пользовались сует-ситуацией. Пошу-то в попу. Повышаем цену. Мы кормим наших врагов тоннами нашего продовольствия. Агрокультура, продукты. Я думаю, какао-то не относится к продуктам или относятся? Что у нас с эффективностью? Отлично, 280. Я обожаю это место. Просто обожаю. Вообще все равно, лучше всего сахар экспортировать и голову не ломать. У нас потихонечку все выполняется. Давайте, мужики, строим, строим, строим. Что там у нас? Все готов, порт. Золото. Где же у нас золото? Золото. Где золото? Золото дайте. Я корабль не буду никуда его ссувать. Буду ждать для золота. Прибыль. Вот у нас еще два задания потихонечку выполняются. По цене. Мы кормим наших врагов. Давайте, мужики, давайте. Экспорт, экспорт, идет. Вот, два здания построены. Все, порт построен. Да? Очень хорошо. Нам еще помощь прислали? Пойдет, пойдет, пойдет. Что же нам делать с золотом? Железо, кстати, было, исчезло. Я забыл, сколько оно стоит. Нам было глянуть. У нас же две шахты железные. Два года нам осталось. Вот. Ну, сейчас строится здание потихонечку. А ну-ка, а менеджер, интересно. Я вот не знаю, насколько эффективно использовать менеджера. Альтруист. Магаста, магнат. Горнодобывающих. Ну-ка. О, это же я. Это же мой, этот, главный персонаж. Ну-ка, подождите. Менеджер. А если я... Вот он, магнат. Это же Хулио Арксплей. Тот самый Хулио Педро. Эффективность, Горнодобывающих. Президент, метеоролог из меня не получился. Я предсказал теплый и солнечный день, а на острове надвигается смерч. Так у меня в одном выпуске... Ясно. Ну, все, спасибо, короче, поиграли. В одном выпуске землетрясение, в другом смерч. Как я люблю эту игру. Президент, нам пришлось вытерпеть тысячу побед. Кстати, мы уже... Как я люблю эту игру. Как я люблю ее. Благодаря вашим усилиям, революционное движение крепнет. Давай, торговые пути для контрабанды. Благодаря вашим усилиям, революционное движение крепнет. Давай, образованное. Все, прощай, мой остров. Прощай! Мы землетрясение пережили, смерч и пережили пойдет. Ну, ты даешь. Поздравляю. Ты не перестаешь меня удивлять. Это дело нужно отметить. Ты честно выиграл Париж. Что ты хочешь на гранду? О, бесплатные военные. Я уже выучил газеты, поэтому я беру бесплатный военный хор. Не нужна половина армии США, приятель. Вообще-то на сегодняшний день она состоит из 37 добровольцев. Армия США 37 человек. Так, как мне камеру крутить? Подождите, мне не нравится, что она так стоит. У нас все отлично. Во, все, мясо. Прибыли граждане. Ну, все, давайте убирайтесь в мир. Что за камера такая тупая? Блин, я ничего не вижу. Красота! Вы посмотрите, золото 3000. Ля-ля-ля. У нас завершено мясо, да, по-моему? Что-то у меня было завершено, я забыл, что. В любом случае, мы сейчас вкладываемся в золото. Давайте добавляем корабль. Я думаю, я надеюсь, камера вернется обратно? Я снова в игре. И теперь я могу точно предсказывать... Ясно, камера не вернула. Пора мне возвращаться в США. Но прежде, чем я уеду, не могу не признать, что многому научился за время пребывания на этом прекрасном острове в качестве почетного гостя. Какие отзывы приятные, вы заметите, а? Мне радостно не только потому, что я многое узнал, хотя надо признать многое и неверное. Не только потому, что я отлично развлекался, проигрывая вам раз за разом, но и потому, что мы же пари выиграли, мы же как раз с ним играли в пари. Ну и потому, что я надеюсь, обрел в вашем достойном персоне нового друга. И с величайшим терпением жду нашей последней встречи. Я уже не могу читать, мне просто поздняя ночь, я уже устал, честно сказать. Прочитал как мог, извините. Наилучшим пожеланием президент США. Пошел он. Мне пофиг на него, абсолютно. Как мне камеру сделать? Блин. Как камеру. Сейчас, секунду, подождите. Офигеть здесь. Офигеть. Офигеть. Ф2 может? Эмм. Что происходит? Ничего не понимаю. Я прошел? Мы прошли миссию, что ли? О, эм, как-то это было слишком быстро, а... Жители Тропико, сограждане, новый враг грозит сегодня нашему образу жизни, нашей свободе и нашим стратегическим запасам бананов. Сегодня наша страна подверглась неспровоцированной агрессии со стороны Исларохо. Настало время показать, на что мы способны. Мы встретим опасность лицом к лицу и одержим победу. Мы отстоим, родные берега, и победим агрессора. Нам плевать на силу врага, топчущего нашу землю. Мы победим! Вива Тропико! Эм, это мой старый город? Ху-ху-ху! Прикольно, я вернулся в старый город! Е-е-е-е! Так, воинская обязанность... Советская, всё правильно. Угу. Ну, давайте на этой ноте мы и закончим. Мы прошли прошлую миссию, вернулись в свой старый добрый городок. Как я понял, скорее всего, теперь здесь будет ещё и враг развиваться. В любом случае, давайте закончим. А, здесь же у нас ещё другая эпоха, мировые войны, да, у нас здесь и есть. Жаргон белый флаг. Прикольно. Прикольно. Поэтому мы сначала, да, можно сейчас сделать, сначала улучшим, давайте, армию. Улучшение, модернизировать оружие. В любом случае, давайте мы это сделаем в следующей серии. Блин, блин, опять так быстро, что ли, господи Иисусе, я не успел даже начать играть. Давайте тоже. Командос. Где они, где, где. И здесь тоже давайте улучшим. Только я пришёл играть сразу же. О, я могу вышку обгрейдить? Пулемёт, смотрите. Ну-ка. Пулемёт, давай, давай. Покажи мне свой пулемёт. Где пулемёт-то? В атаку! Должны сгнить. Нормально. Они одну вышку сломали нашу, красавца. А где пулемёт-то? Он хоть работает, нет? А, где же есть атака, да, вроде, у вышки. Нет, это странно. Вроде была. В любом случае, мы отбились, да, это хорошо. У нас машинки ездят, смотрите. Машинки. Я не видел машинки ни разу в игре. Ты ещё остался живой. А почему у меня мишень? Ах, сранцы, а? Войска Сысла-Роха напали на вашу независимую страну. Этот нелепый конфликт нежелателен. Как можно быстрее положите ему конец. Орден стоял на перемене, но как только оно закончилось, ваши враги, вас атакуют в полную силу. Я сделаю, что могу, чтобы их задержать, пока вы укрепляете оборону. Моя новая протеже вам в этом поможет. Приготовиться к вторжению. В перемене пройдется 8 лет. 8 лет. Победа в задании. Прикольно, прикольно. Так, восстанавливаем. Ну всё, давайте мы на этом закончим. У нас ещё много интересного, вы видите, да? Давай! Та-да! Начинай! Давай! Это всё песня, да? Красиво, песня понравилась. Опа, опа. Ну всё, спасибо всем за просмотр. Давайте до следующей серии. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!